Безмолвные пришельцы из космоса. Метеориты, прилетающие к нам из звездной бездны, могут иметь любые размеры, начиная с небольших камешков, заканчивая глыбами гигантских размеров. Последствия таких падений бывают разные. Одни метеориты оставляют после себя яркие воспоминания в нашей памяти и едва заметный след на поверхности планеты. Другие, напротив, падая на нашу планету, влекут за собой катастрофические последствия. Большинство небесных гостей, посещавших нашу планету в разное время, это каменные, железные и комбинированные метеориты, железнокаменные. Первый является наиболее частым в природе явлением. Это остаточные фрагменты, из которых в свое время формировались планеты Солнечной системы. Железные метеориты состоят из железа природного происхождения и никеля. Причем доля железа в них составляет более 90%. Количество железных космических гостей, достигших поверхностного слоя земной коры, не превышает 5-6% из общего количества. Знакомьтесь, Гоба. На сегодняшний день крупнейший найденный метеорит на Земле. Железный гигант весом 60 тонн упала на Землю еще в доисторические времена, а была найдена только в 1920 году. Об этом космическом объекте сегодня стало известно только благодаря тому, что он состоит из железа. Каменные метеориты не являются столь прочными образованиями, однако тоже могут достигать больших размеров. Чаще всего подобные тела во время полета и при контакте с Землей разрушаются, оставляя после себя огромные воронки и кратеры. Иногда каменный метеорит во время полета через плотные слои атмосферы Земли разрушается, вызывая сильнейший взрыв. Подобное явление еще свежо в памяти. Конечно же, речь идет о взрыве Тунгусского метеорита 1908 года. Его мощность составила 40 мегатонн в пересчете на тротиловый эквивалент. При этом ударная волна четыре раза обошла вокруг земного шара. В течение нескольких дней на территории от Атлантики до районов Дальнего Востока в небе происходили странные явления. Взрыв столь крупного небесного тела массой в сотни тонн в районе сибирской реки Подкаменная Тунгуска называется в научном мире Тунгусским феноменом. На сегодняшний день найдено более 2000 фрагментов этого метеорита. Другой космический гигант оставил после себя огромнейший кратер Чиксулуп, расположенный на полуострове Юкатан, Мексика. Диаметр этой гигантской впадины составляет 180 километров. Метеорит, оставивший после себя столь огромный кратер, мог иметь массу в несколько сотен тонн. Считается, что это самый крупный метеорит из всех тех, которые посещали Землю за всю ее длинную историю. Не менее впечатляющим выглядит след от падения метеорита в США, знаменитый на весь мир Аризонский кратер. Подобные разрушения и столь масштабные последствия являются следствием огромной скорости, которая имеет несущийся к Земле метеорит, его масса и размер. Падающий метеорит, скорость которого составляет 10-20 километров в секунду, а масса десятки тонн, способен вызвать колоссальные разрушения и жертвы. Аризонский кратер составляет 1200 метров в диаметре, 170 метров глубиной и окружен оправой на 45 метров, возвышающейся над окружающими равнинами. Он был сформирован приблизительно 50 тысяч лет назад. Кратер Амгуид. Расположен в отдаленной и трудодоступной области юго-западного Алжира. Кратер Аурунга. Расположен в пустыне Сахара на территории северного центрального чада, внутри другого хорошо сохраненного кратера. Кратер Лонар. Расположен в небольшой индийской деревне Махараштри. Кратер Госсесблав. Расположен в сердце Австралии, приблизительно в 175 километров к западу от Али Спрингс. Кратер Тунимер. Этот кратер расположен в Мавритании, в пустыне Западной Сахары. Кратер Цвайнг. Находится в Южной Африке, 40 километров на северо-запад от Притории. Кратер Роторкам. Находится в пустыне Намиб. Достигает 2,5 километра в диаметре и 130 метров глубиной. В настоящее время на Земле есть 188 подтвержденных ударных кратеров, но большинство из них едва распознаваемы. Возможно, и вы знаете об одном из них. Если да, то напишите об этом в комментариях. В итоге космические исследования показали, что ударные кратеры – самая распространенная геологическая структура в Солнечной системе. Это подтвердило тот факт, что и Земля подвергается постоянной метеоритной атаке, которая и порождает огромное количество кратеров. Но Земля относительно быстро скрывает эти шрамы. Особенности строения кратеров определяются рядом факторов, среди которых основными являются масса, скорость космического тела, плотность атмосферы, угол встречи с поверхностью и твердость веществ. В случае Земли метеориты массой свыше тысячи тонн практически не задерживаются земной атмосферой. Метеориты меньшей массой существенно тормозятся и даже полностью испаряются, не достигая поверхности или не создавая кратеров на Земле. При касательном ударе, если угол падения менее 8 градусов, возникают эллиптические вытянутые кратеры. На данный момент нет примеров подобных кратеров на Земле, поэтому мы наблюдаем в основном округлые кратеры. При встрече метеорита с твердой поверхностью его движение резко замедляется, а вот поверхность напротив начинает ускоренное движение под воздействием ударной волны. Она расходится во все стороны от точки соприкосновения, охватывает полусферическую область под поверхностью планеты, а также движется в обратную сторону по самому метеориту. Достигнув его тыльной поверхности, волна отражается и бежит обратно. Растяжение и сжатие при таком двойном пробеге обычно полностью разрушает метеорит. Ударная волна создает колоссальное давление свыше 5 миллионов атмосфер. Под ее воздействием горные породы сильно сжимаются, что приводит к взрывному росту температуры и давления, в результате чего в окрестностях соударения горные породы нагреваются и частично плавятся. А в самом центре, где температура достигает 15 тысяч градусов по Цельсию, даже испаряется. В этот расплав попадают и твердые обломки метеорита. В результате, после остывания и затвердевания, на дне кратера образуются горные породы с весьма необычными геохимическими свойствами. В частности, она весьма сильно обогащена крайне редкими на Земле, но более характерными для метеоритов химическими элементами – иридием, асьмием, платиной и палладием. На дне кратера возникает круглая впадина с довольно крутыми бортами. Но существует она в какие-то доли секунды. Затем борта немедленно начинают обрушиваться. Сверху на эту массу грунта выпадает и каменный град из вещества, выброшенного вертикально вверх, но затем возвращающегося на место, но уже в раздробленном виде. Так на дне кратера образуется слой обломков горных пород, цементированных тем же материалом, но измельченным до песчинок и пылинок. Столкновение, сжатие пород и проход взрывной волны длятся десятые доли секунды. Формирование выемки кратера занимает на порядок больше времени, а еще через несколько минут ударный расплав, скрытый под слоем сжатой породы, остывает и начинает быстро затвердевать. На этом формирование кратера заканчивается. И совсем другая история складывается, когда метеорит падает на гладь воды. При попадании крупного метеорита в море могут возникать мощные цунами, например, юкатанский метеорит. Он вызвал цунами высотой примерно в тридцатиэтажный дом. Космос не такой пустынный, как кажется на первый взгляд. Ежедневно на нашу планету обрушивается 5-6 тонн космического материала. За год эта цифра составляет порядка 2000 тонн. Этот процесс происходит постоянно на протяжении тысячи лет. Нашу планету постоянно атакуют десятки метеорных потоков. Время от времени астероиды могут лететь к Земле, проносясь от нее в опасной близости. Так астероид Апофис в 2029 году приблизится к Земле на максимальное расстояние, всего 37 тысяч километров. На этот раз пролетит мимо. Но второй подлет, который состоится в 2036 году, может оказаться не таким радостным. Последствия могут оказаться внушительными. Потому как масса астероида такова, что при столкновении с нашей планетой он выделит количество энергии, эквивалентное 25 тысячам бомбам Хиросимы. Эффект взрыва при столкновении может варьироваться в зависимости от состава астероида, а также места и угла удара. В любом случае, взрыв причинит огромное разрушение на тысячах квадратных километров, но не создаст долгосрочных глобальных эффектов, подобных астероидной Земле. Но, кто знает, может быть, астероид Апофис еще передумает? А возможно, к тому времени его траекторию смогут поменять технологии, созданные людьми. А что думаете об этом вы? Обязательно поделитесь своими мыслями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok